я вас святаю на канале полимер энерго тема сегодняшнего видео это микрокалькулятор электроника mk35 как вы посмотрите на такую информацию если я вам скажу что электроника mk35 это капиталовложения америке технологии японии дизайн германии и все это пропущено через призму производства экономики советского союза и вот на выходе что мы имеем вот такой от калькулятор электроника mk35 и второе его название b3 35 35 это номер модели хотелось бы более подробно разобраться с этим калькулятором а еще очень интересно что в этих калькуляторах так страстно ищут афинашники они их разбирают разрывают и вытаскивают с этого калькулятора драгоценные металлы как говорит справочная литература а также сами афинашники которые снимают ролики на youtube и выкладывают показывают какое здесь содержание есть золото серебра родия и может еще каких-то там других драгоценных металлов давайте его мы и разберем в этом видео посмотрим а также определимся с этой призмой о которой я сказал ранее мне попалось два замечательных образца электроника mk35 первый образец он мне достался с оригинальной коробкой со всей документации которую я бы хотел показать там есть очень интересные моменты на которые бы хотелось бы обратить внимание 2 ко мне прилетел можно так сказать с прошлого такому чехле и когда его открыл смотрю а что это за антенны такие и мне как-то просто в голову пришло что это ко мне с прошлого с 2020 года прибыл вертер вертер у нас 88 года рождения можно так сказать а эта электроника у нас получается 91 года мы посмотрим на то к чему электроника пришла в 1991 году по производству какая комплектация какое именно состояние этого калькулятора его технические данные возможности данную модель калькулятора начали выпускать с 1979 года первая его цена составляла 105 рублей после 1981 года цена составляла 65 рублей и она была фиксирована до 1991 года и вот здесь на коробке замечательно произошел такой просад цены когда именно уже новая советская экономика можно так сказать перестройки восьмидесятых привела к повышению цены на этот калькулятор вот смотрите есть интересный такой момент на коробке здесь мы видим что уже в 0 6 месяце 1991 года указывается отпускная цена свободная и здесь написано цена 99 рублей 50 копеек почему именно отходили от этой цены фиксированной 65 рублей я точно сказать не могу надо более копаться в исторических моментах того года и к чему она все привело и тут есть еще одна несостыковка именно с этим калькулятором 91 года что связано с его с ценой мне повезло что в комплектации попался весь набор документов а также его чек на приобретение и что мы видим вот есть такой чек номер 25 написано микрокалькулятор количество одна штука был продан и был естественно же куплен за 124 рубля 95 копеек магазин который продал оси печенку ввсрсп светофор есть печати министерства кировоградский фмс электроника вот они бы могли бы именно ответить почему в те года была уже такая цена ну я предполагаю что это все последствия самой перестройки самого экономического пути развития который начал горбачев восемьдесят пятом году и это все привело к этому но мы так и знаем что в этом году уже в конце года 91 было все развалено все что связано с советским союзом мне кажется начало развала советского союза начинается с 1979 года я даже если вот посмотрю со своей точки зрения как полимерщик как переработчик то если я беру разные модели тех же самых калькуляторов или другой какой-то техники магнитофонов то явно видно что восьмидесятые года уже по качеству не те если даже взять и семидесятые а некоторые восхищаются шестидесятыми годами то да действительно там техника была намного качественней по тому как она изготовлена качество материалов сама подгонка и само изделие имела совсем другой внешний эстетический вид тут даже если мы уже берем к чему пришло производство восьмидесятого года по данному калькулятору то тут на каждом шагу видно сплошные недоработки и какая-то спешка даже если мы смотрим на сам экран экран здесь как-то установлен криво само качество полимера очень довольно таки дешевая это полистирол а в те года уже хорошо использовали западные образцы такие материалы как abs они имеют лучшую фактуру другие физические свойства этот калькулятор 1979 года выпуска на данный момент это самый такой красивый калькулятор который есть у меня с этой линейки электроника смотрите на его качество на сам алюминий на сам дизайн но на само удобство он очень удобный и красивый калькулятор а уже последующая его модель которая выпускалась в 1987 вот имеет атакует внешний вид тут уже просадка в восьмидесятых по качеству изделия очень сильно отличается от изначальной модели смотрите какое удешевление произошло которое я лично наблюдаю это удешевление самих даже полимеров это удешевление самого алюминия и но как бы очень сильно отличается по качеству внутренности у него идентичны я более детально его разбираю этого терминатора своем видео у меня на канале есть видео отдельно про электроника b336 mk36 вы можете посмотреть плохо что у меня нету калькулятора данной модели 1979 года выпуска хотелось бы именно сравнить какое качество было изначально у этой модели так как именно ухудшение качества я могу наблюдать в электроника b336 почему для сравнения я именно взял этот калькулятор электроника b336 к этому электроника mk35 потому что это получается два родственника сама внутренность этого калькулятора его функционал его возможности они взяты с этого калькулятора было принято решение по удешевлению цены и всего лишь навсего удешевили на 5 рублей но само качество здесь проигрывает значительно больше чем 5 рублей мне кажется что такие решения были приняты с другой экономической составляющей это для того чтобы удешевить модель и больше заработать самому советскому союзу так как нужны были деньги на разработку этих же полупроводников комплектующих из которых было изготовлено данное устройство и дальше если проводить аналогию с калькулятором b336 то мы знаем такую информацию что этот калькулятор электроника b336 был скопирован с калькулятора rockwell 74 к это американская компания можно сказать корпорация которая занималась своим производством в японии и сами японцы вложились в это производство и те модели rockwell 74 выпускались с обозначением made in japan вот и полетели первые лучи в призму советского союза достижения америки и японии также же не остались в стороне калькуляторы henimax которые выпускались в 1975 году эти калькуляторы были взяты для копирования также для производства электроника мк-35 я так вижу внешние сходные характеристики с данным калькулятором уже имея такие калькуляторы для копирования советский союз 1977 году разработал микросхему к 145 и p11 с помощью этой микросхемы было произведено выпущено много разных калькуляторов разной серии и с разными возможностями также эти компоненты которые были самой электроники самом калькуляторе имели стратегическое назначение также сама как и rockwell разрабатывая свой калькулятор в японии он занимался военными технологиями и используя эти компоненты эти уже достижения разработки своих военно-космических проектах и также сама и советский союз отрабатывал технологию в этих калькуляторах для того чтобы использовать это в стратегическом назначении я считаю сам статус стратегичности именно для этого завода который выпускал именно электронику мк-35 и мешал дальнейшему развитию этого калькулятора так как он не имел коммерческого выхода на рынке данный калькулятор выпускался на нпо электроника нововоронежский завод и мы даже вот здесь по всем комплектующим уже наконец производства на 91 год мы видим сплошное удешевление то есть не хватало денег для нормального производства товаров народного потребителя это отображено во всем даже сама упаковка наконец 80-х имеет очень убогий вид здесь никакого эстетического и внешнего состояния нормального прибора нету везде наблюдается экономия и уныние самого производства также сами калькулятор это как какая-то погремушка здесь под клавиатурой установлена полиуретановая точнее говоря поролоновая подкладка которую было заменить очень тяжело надо было раздирать эту клавиатуру даже сейчас попытаюсь как-то это все дело открыть чтобы показать вам вот наконец-то открыл и вот открываемый отсек что мы видим вот для меня это вообще как бы такое ну я не знаю как назвать с точки зрения тоже производителя чего-то какой-то продукции как это так в таких вот гаджетах для того чтобы обозначить например тот же самый заводской номер его дату цену надо было влепить какую-то бумажку это криво вырезанную я таких вот решений разбирая изучая другую технику например западных образцов я такого нигде не наблюдал кроме этого и же еще залепленная вот это пломба пластилином я думал восьмидесятые года собираюсь в школу покупая пластилин думаю куда советском союзе девается пластилин что надо ходить в этот магазин констоваров и выслеживать когда он появится вот я теперь понимаю что этот пластилин был залеплен в этих пломбах на амбарах и на других каких-то нуждах но не нуждах школьников продвигая саму разборку калькулятора давайте я сокращаю ваше время на перемотке его разберу и посмотрим как он выглядит внутри он разбирается очень просто для этого надо выкрутить один винт под пластилином и желательно не металлической отверткой а пластиком поддеть защелку я вижу что его уже кто-то ковырял начитавшись наверное в инструкции про золото серебро хотели увидеть где она находится давайте и мы посмотрим вот как он выглядит внутри я наблюдаю электролитические без каких-то содержаний конденсаторы от 2 флажки как говорят афинашники в разборах они содержатся серебро транзистор еще один транзистор самого люминесцентное табло кстати она неплохо светится мне вот калькуляторы с такими люминесцентными лампами очень сильно нравятся мы наблюдаем здесь и дорожки которые идут под саму клавиатуру имеют такой как можно сказать благородный цвет золото и надо посмотреть что находится под самой клавиатурой вот здесь мы наблюдаем саму микросхему которая была продвинутая на те года на 80-е на 70-е вот я ее могу показать ближе это уже как бы можно сказать более современная версия этой микросхемы много обычных конденсаторов электролитов подстроечный резистор резисторная наборка ну честно говоря а так и даже на первый взгляд я не знаю где здесь такое вот содержание драгметаллов о которых говорят сами афинажники я чуть позже покажу в инструкцию какое количество здесь именно в этой модели 91 года выпуска здесь ищут пятачки которые могут быть покрыты или серебром или я слышал такую информацию что используют родий который не является драгметаллом но он дороже чем золото а также и показывают что некоторые модели содержат по золоту на этих пятачках но я не буду раздирать эту клавиатуру потому что ее очень тяжело собирать она спаивается и уже даже замена самого поролона очень тяжело это сделать ну из-за любопытства конечно бы хотелось бы разобрать и другой калькулятор то что у нас верта ну вот так вот выглядит калькулятор получается 1988 года электроника мк-35 здесь я наблюдаю немного другая сборка вот этого узла мне всегда интересно вот даже в других моделей калькуляторов есть какая-то такая ну пахабная сборка вот этого узла когда возле трансформатора намотаны вот так вот провода всегда у меня было такое впечатление что кто-то это намотал уже при ремонте оказывается так именно и производили на заводе вот такую сборочку здесь виднеется у нас полевичок но немного отличается транзисторы по моему 310 написано люминесцентный экран даже если присмотреться то на самой плате установлен немного криво вот почему он и просвечивается с таким наклоном чтобы может цифры не стекались под какую-то сторону и сейчас под клавиатурой посмотрим здесь такая же микросхема тоже резисторная наборка подстроечные резисторы транзистор ну и мне кажется все само содержание этих драгметаллов находится в клавиатуре в этих пяточках и давайте посмотрим в самой инструкции что пишет по содержанию драгметаллов вот инструкция которая была с калькулятором 91 года и вот мы имеем такое содержание золото транзистор кт 3107 его обозначение количество три штуки и содержание самого золота в одной штучки и в трех диод блок клавиатуры серебро диод стабилитрон конденсатор есть обозначение что клавиатура с остальными мембранами бывает и такое некоторые там показывают в разборе что попалась другая клавиатура но все равно разодрали и вот я бы так хотел бы немножко сказать про вот эти цифры я хотел купить еще один калькулятор но довольно таки хорошем состоянии думаю для коллекции для обзора было бы неплохо и у человека была указана невысокая цена я смотрю по аватарке что человек взрослый я ему перезвонил и он мне говорит молодой человек вы что думаете что я глупый я что вам продам калькулятор у которого есть три грамма золота много серебра давайте мне там какую-то адекватную цену я ему говорю откуда вы взяли эту информацию но не может быть там столько я таких еще калькулятором не видел чтобы граммами выпадала и находилась там золото а просто человек вот я хочу может он посмотрит я ему сброшу ссылку я никого не обманываю и мне эти вещи не нужны для афинажа и их коллекционирую для исторической ценности для изучения просто человек имея даже хороший калькулятор он не мог взять его и посчитать что это все обозначение в 10 минус 3 степени это миллиграммы по содержанию они граммы также в комплектации есть сам паспорт нет что я заметил даже на самой коробке и в самом паспорте не указан завод производитель есть только его логотип я так понимаю что это связано с тем что сам завод стратегический военного назначения может из-за этого и не указывался обратный адрес и его нахождение в инструкции есть тоже много разной информации также что есть комбинация для проверки самого калькулятора очень кстати полезная вещь было восьмидесятые года для того чтобы чем-то себя занять и вот надо было изначально набирать эти все комбинации число матиса и порядок набора и что мы имели в конце правильно ли он у нас работал набирая эти все комбинации у нас должно было бы на табло высвечиваться вот такое значение степенях с разными переходами и это очень было интересно даже на базе этого интереса выпускалась литература журналы с разными комбинациями и можно было как можно сказать играючись обучаться на данном калькуляторе уже сама наборка клавиатуры происходило в автоматическом режиме как правильно надо было заряжать сам сами аккумуляторы в данном калькуляторе и этот калькулятор имел такую функцию заряда на самом блоке питания есть тумблер некоторые просто путает этот тумблер включение выключение а здесь именно такое обозначение буква z это у нас зарядка и буква r это у нас работа когда мы заряжаем данные аккумуляторы сама инструкция советует заряжать их не более 6 часов то мы переводим такой щадящий режим зарядки на это обозначение если мы работаем мы переключаем на эту на букву r и также же говорится в инструкции что если мы работаем самим калькулятором происходит постепенная и зарядка вот это конечно функция данного калькулятора очень интересная но сама опция я эту функцию искал самих калькуляторах электроника b3 36 но я не нашел подтверждающей информации что надо было заряжать аккумуляторы таким вот способом также в самой инструкции есть обозначение индикации здесь получается 11 разрядная индикация мы сможем только вводить и восьмизначные числа дальше нужна комбинация для того чтобы ввести числа большего значения здесь у нас получается на девятом есть индикация указатель памяти знак порядка и такое ощущение что эта ячейка работает не полностью я смотрел обзор аналогичного калькулятора у человека он говорит что он у него поломан и светится только половинка этого значка я ему написал в комментариях что говорю в инструкции там написано совсем другое обозначение этого символа вот если у вас нету инструкции вы будете как-то может смотреть мое видео то здесь есть вот такая вот характеристика по этим знакам также в инструкции есть обозначение как устанавливать аккумуляторы я открывший этот отсек долго смотрел как же здесь устанавливаются сами аккумуляторы не мог понять мне казалось что не хватает какой-то ответной части может на крышке вот на b336 там есть ответная часть здесь нету и здесь инженерами было продумано такое умное решение минимум всевозможных перемычек и можно было установить аккумуляторы в инструкции это все описано а также записано сама рекомендация о зарядке какие символы указывает калькулятор при полной зарядке и другие какие-то обозначения которые надо было знать также в комплектации есть электросхема данного калькулятора с обозначением всех радиодеталей это я так понимаю необходимо для ремонта для сервисных центров и также можно было бы завладеть этой особо ценной информацией в те года и производить такие калькуляторы на своих предприятиях все есть обычно такие документы хранятся на предприятиях в отдельных папках с отдельным доступом ну тут советский союз решил все укладывать в комплектацию к данному калькулятору давайте соберем один из калькуляторов девяносто первого включим его посмотрим как он работает то что у нас вертер он изначально продавался как не рабочий с этой антенной я его отдам своему мастеру пускай посмотрит чтобы ничего дальше не сгорела не замкнула будем разбираться будем хранить эту историю подключил питание включаем тумблер очек загорается индикация ну как я говорил ранее сама индикация на данном калькуляторы или на аналогичных калькуляторах мне очень нравится люминесцентный этот экран давайте что-нибудь наберем для начала проверим на индикацию сколько вводится цифр 1 2 двоечка что-то у нас битая ячейка набрал двоечку засветилась единица то есть он тоже как бы с поломкой все девятка не набирается здесь только можно набрать восьмизначное число если есть возможность у других калькуляторах проверить набрать от единицы до девятки и умножить на 9 то должны быть все единицы это говорится о точности самого калькулятора ну а тут даже нажалось сразу две девятки почему-то он тоже с поломка с какой-то вот кстати высветилась все единицы и в степени 8 я понажимал разные комбинации и понял что у этого калькулятора есть какие-то проблемы учитывая конечно его внешнее состояние я думал что он новый никто на нем не работал но есть какая-то или заводская поломка или от времени может это связано самими конденсаторами электролитическими может их надо заменить но это надо отдать мастеру чтобы он посмотрел и может если есть такая возможность отремонтировал вот такое получилось видео такой то обзор я в данном видео затронул такой вопрос ухудшение качества изделий 80-е года если у вас есть свои версии чем это связано это ухудшение может вы напишите в комментариях и мы рассмотрим в каком-то диалоге поделимся какой-то информацией потому что информации ходит много и разной некоторые связывают это самой перестройкой некоторые связывают это с войной в афганистане сведенными санкциями если у кого есть какая-то информации какие-то мнения вы не стесняйтесь пишите в комментариях под этим видео огромное вам за это спасибо пока